Какое у вас настроение сегодня? Как всегда, собственно. А что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Покажите на действиях, что вы делать будете сегодня. Ну и все. А танцевать с волонтерами сегодня будете? Вот так, да. Вот так вот потанцуем сегодня с волонтерами. Это нас ждет чуть позже. Вот так сегодня и проходит тренинг волонтеров под одной крышей пять тысяч синих белорозовых. Спасибо. Я сегодня без формы универсиады, поэтому на сцену у меня нет возможности подняться, но не показать, что здесь происходит, я не могу. Это первый в нашем городе танец волонтеров. Посмотрите, какие они активные. Ребята, помашите ручками. Универсиады! Да! Волонтеров собрали, чтобы мотивировать перед последним шагом. Каждый из пяти тысяч человек со своей историей. Кто-то просто ищет новых впечатлений, кто-то знакомств, кто-то хочет быть вместе с огромной командой, а кто-то неожиданно нашел применение своим талантом. Я знаю иностранные языки, поэтому, когда мне пришлось встретиться с представителями ФИСУ на столбах, на восточных столбах, и я пообщалась с иностранцами, то женщины, с которыми я занимаюсь на Татыша, скандидавской ходьбой, меня просто подтолкнули к тому, чтобы я пошла работать волонтером. А есть и те, кому Красноярск город не родной, но сильно полюбившийся. Некоторые, переехав сюда из далеких стран, не только остаются жить, но и хотят поделиться впечатлениями о теплой, на их взгляд, Сибири. Я приехал уже, можно сказать, давно, и у меня жена из Красноярска, и, в принципе, вот такой причины. Уникальные возможности участвовать на международных событиях. Гостеприимные города, холодные, и люди хорошие. Я учился в Москве, я медик учился в Москве, и я решил приезжать в Красноярск, попробовать попасть в Сибирь, и смотреть, как все выглядит. Ну, а самый умилительный волонтер – маленький Даниил. Малыш уже почти участник универсиады в студенческих играх. У него участвуют и папа, и мама, но нравится ему больше все равно Юлайка. Смотри. Смотри. Даня, иди поздоровайся. Даня, дай дядю. Да не бойся, не бойся. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев. Новости ТВК.